Уже очень-очень давно у нас с мамой была мысль завести дома бабочек. И вот на мой день рождения мама мне их подарила. Мы сразу же начали распаковку. Следуя инструкции, мы стали готовить домик для инкубации. Замочили грунт, потом начали вывешивать на столбик всех куколок. Я всем дала соответствующие имена. Это совушка, креветка, салатик, ракушка и листик. Через час грунт достаточно увеличился. Он создаст необходимую влажность в инкубаторе, оптимальную для вылупления. Довольная я пошла спать. А на следующий день утром... Ничего не случилось. Итак, с последнего момента съемок прошло 4 часа. Успели переехать бабочки в мою комнату. Потому что на кухне за ними сложнее наблюдать. И теперь вот за ними наблюдаю постоянно я в своей комнате. Кажется, они потемнели. Это признак, что скоро кто-то появится. Совушка выглядит как летучая мышь. Особенно благодаря этим мушкам. И как будто бы темные крылья. Сидим, ждем вылупления. Но вообще в инструкции сказано, что ожидание бабочек может занять от одного дня до двух недель. Бабочки шли вот в такой коробочке, внутри которой ватка. Также шла инструкция на разных языках. А вот это не шло в комплекте. Это мы приобрели сами. В общем, это на ночь бабочек этим хоп вот так вот накрыть. Чтобы никто никуда не улетел. И не лег мне под подушку. Чтобы я никого не убила ночью. Итак, пол восьмого. Занимаюсь генетикой. Параллельно наблюдаю. Я начала видеть, как совушка и креветка двигаются. Движение креветки мне удалось заснять. Уже поздно. Я иду спать. За сегодня никто не родился. Спокойной ночи. Доброе утро. Сейчас посмотрим вдруг, кто родился все-таки за ночь. Я пропустила все роды. Так, о боже, я пытаюсь их потихонечку выпустить. Это получается... Это креветка. Совушку я вытащила, и она улетела на занавеску. Весь террариум закаканный. Этот кокон пустой. И вот совушка тоже пустая. Хотя выглядит на самом деле почти невредимым. Привет, креветка. Так, а теперь совушка. Ой, ой, ой. Совушка, вот занавеска. Пока я открыла окно проветрить комнату, я их поместила в этот домик, о котором я и говорила. Они особо не сопротивлялись. Правда, пока что их любые попытки лететь почему-то неудачные. То есть они как будто либо не умеют, либо не знаю. Конструкции сказано не переживать. Если в течение жизни бабочка теряет частички крыльев. Вот тут видно, что у креветки вообще отвалились кусочки. У совушки тоже вот этот усик отвалился. Вот он. О, она летает. Фух. Слава богу. Что? Иди сюда, я надеру тебе S. Вот что. Так, сейчас будем их пшикать. Давай я руки буду держать вот тут где-то. Давай. Да, она упала на это. Она упала, да. Все, уже. Мы несем на помышку. Сыпать? Да. Мама, вот прям. Дальше мама тоже подружилась с совушкой и креветкой. Креветка идет на контакт легче. Она более ручная и спокойная. Потом мы решили попытаться их покормить. По инструкции бабочек можно кормить один раз в день. С пилами, фруктами или сладким сиропом, который делается из воды и сахара или меда. Большой сложностью уже оказалось просто посадить их рядом с едой. Как это ты? Вертолет. Хеликоптер, хеликоптер. Она видишь, она там ползает, непонятно как. Ну и что непонятно как? Ты сразу пошла с роддома? А как она кушать будет? Ему же спокойно съесть. Но нам все же удалось это сделать. Она отхихивает сладко. Вообще-то правильно было аккуратно зубочисткой размотать хоботок в еду. Но я случайно положила кусочек креветки прямо в свернутый хоботок. Ну, она его всасывает, видишь? Она хочет хорошо с хоботом. А вот совушка сразу ела более традиционно. Без сопротивлений не обошлось, но в итоге все успешно поели. Сейчас зашла в интернет почитать, что это за породы бабочек. И я выяснила, что креветка это румянцево. Совушка это лёви. У креветки совпадает рисунок с моей занавеской. Что ж, уже 11. Я собираюсь идти спать. Из изменений никто не родился. Но салатик уже не похоже на салатик. А вот этих двоих я сейчас буду на ночь помещать сюда. Чтобы я их ночью не раздавила, если они ко мне прилетят. Спокойной ночи. Ну что же. О-о-о! Красотища такая. Я вижу у неё на кончиках лапок когтики. Настало время кормления. Все кушают. Кого-то было сложнее заставить. Все. Точно пора спать. Смотрю на ситуацию здесь. У меня есть подозрение, что утром я проснусь. И ничего не вылупится. Ничего не случится. Потому что как-то изменений или каких-то движений я не наблюдаю. Все. Спокойной ночи. Я была права. Действительно, за ночь никто не появился. Также в этот день умерла креветка. Сегодня салатика и совушку мы покормили сладким сиропом. Выходные закончились, и я вечером уезжала в другой город на учебу. Так что дальнейшие события мне транслировала мама по видеосвязи. На следующий день родилась ракушка. У неё были очень странные крылья. И поначалу мы подумали, что они просто не успели высохнуть и выпрямиться. Но мы ошиблись. Они такими и остались. Видимо, это оказался генетический дефект, к сожалению. Ракушка прожила один день. Тогда же не стало и совушки с салатиком. А на следующий день родилась последняя и самая удивительная бабочка. Листик. Рождение которого маме даже вот удалось заснять. Мне не терпелось приехать скорее домой, чтобы его увидеть. Но сделать я это смогла лишь на следующий день. Я дома. Сейчас будем смотреть. Листика. И сюда. Ох. Мда. Выглядит будто я боюсь бабочек. Ааа. Ты сядешь на... Ааа. У него шерсть, которая переходит на крылышки. А ещё у него как будто бы только четыре лапы. Всё. У всех было по три пары. У листика был шикарный окрас. Правда, показывал он его не часто. Ааа. Господи. Также у него был отличный аппетит. Его даже заставлять не нужно было. Просто поднести к еде. Ой. Ещё он умел жужжать. А ещё делать эту штуку глазами. И на ночь я его клала в шкаф. Потому что он был очень активным и шумным. Так он прожил у нас аж целых пять недель и пять дней. Сорок счастливых и весёлых дней. Правда, да. У меня. Аа. Ты что, ты не надеваешь? Она реально ищет это. Настя, ты сейчас её отобежал. Убери. Или снимай её нормально. Снимай, нормально. Или снимай. Ой-ой-ой. Ты прям в ухо заизолёв. Это был потрясающий опыт. Хоть иногда и было сложно, но оно того действительно стоило. Готово. Готово. Субтитры создавал DimaTorzok